Сегодня на нашем канале запущено вещание высокой четкости отдельной программы уже можно видеть в качестве HD. Напомним, на Самаргис продолжается обновление студии и в течение этого времени программа события будет выходить без ведущих. Сегодня на телеканале Самаргис началось тестовое вещание в формате высокой четкости Full HD. Скоро все наши зрители могут насладиться прекрасной, четкой, сочной картинкой и отличным звуком. Приглашаем к просмотру нашего телеканала. Сегодня в выпуске. На конце года в регионе в эксплуатацию ведут три долгостроя. Ситуацию с обманутыми дольщиками обсудили на межведомственной комиссии при губернаторе. Гуляем три дня. Самара празднует день рождения. Прогулка обернулась в погоне. Самарец спас девушку от грабителя. Он пел о комсомоле, обаме, о жизни и любви. В Самаре прошел концерт памяти Иосиф Кобзона. Фестиваль Самара Open Jazz проходит в эти минуты на территории амфитеатра у склона Площади Славы. Горожане уже полюбили эту площадку за яркие атмосферные концерты и с удовольствием приходят снова и снова. Сегодня повод особенный. Фестиваль приурочили ко дню города. Целых четыре часа атмосферной живой музыки и танцев с места событий Марии Левина. Сотни самарцев собрались на склоне Площади Славы, чтобы весь вечер зажигать под зажигательные мотивы джаза. Сегодня на сцену выйдут в том числе артисты из Москвы, Татарстана, также наше место и джаз-бэнды. Город на берегу Волги будет погружаться на перущее атмосферу джаза до десяти часов вечера. Культурное сердце Самары бьется на набережной и в городских парках. Новые ритмы, песен и танцев можно будет увидеть и услышать уже в эти выходные во время празднования Дня города. А что для артистов значит этот проект, узнаем прямо сейчас. Последняя репетиция творческих коллективов Самары перед днем города проходит на набережной. Летом она стала большой концертной площадкой для многих артистов, выступающих в разных жанрах и стилях. Татьяна Кириллова с друзьями танцует и учит танцевать горожан и гостей мегаполиса хип-хоп, хаус, вакинг, локинг и вок. Ребята рассказывают, от желающих нет отбоя. На сцену после пары занятий выходят и дети, и пенсионеры. Творчество нужно нести в массы, и я думаю, что людям это нужно. Это развивает город, мне кажется. Он становится более живым, более позитивным. Для многих молодых самарских музыкантов проект «Культурное сердце России» стал началом их выхода в народ. У нас авторские песни, мы не играем кавера, у нас своя музыка, мы исполняем и надеемся, что кому-то она может понравиться. Любое выступление, оно может стать часть чего-то большого, и когда ты выступаешь на такую широкую аудиторию, потому что здесь собирается от 20, может быть, до 200 человек. Это в любом случае, это хорошая огласка для группы, тем более для новой. Попробовав свои творческие силы в проекте «Культурное сердце России», группы и ансамбли готовятся к грандиозному празднику – Дню города Самара. Они разработали программу выступлений на три дня. Концертные площадки будут развлекать публику не только на набережной. Фарки и скверы тоже зазвучат под ритмы разнообразной музыки. Будет расширенная программа, как обычно люди привыкли к концертам, которые проходят с 6 до 9, а в этот раз, 8 числа, у нас будет большая программа, где мы собрали практически всех участников «Культурного сердца России», и будет большая программа с 12 до 18 часов. В Струковском саду? В Струковском саду, да, и на Некрасовском спуске тоже. Джаз прозвучит уже сегодня в 6 вечера у амфитеатра у склона на площади Славы. В субботу улица Куйбышева снова станет пешеходной. Там пройдет фестиваль студентов «Мы – будущее России». В 5 вечера откроют памятник композитору Шостаковичу в парке на площади Куйбышева, а потом пройдет концерт классической музыки. В воскресенье горожан развлекут КВНщики в Струкачах. На набережной – самарские музыкальные и танцевальные коллективы. Пройдет детская спартакиада. А на площади Куйбышева высадится звездный десант в 7 вечера – хедлайнер Дима Билан. Кульминация праздника – фейерверк. Чтобы отдыхающим было удобно и безопасно, историческая часть города – от Венцика до Красноармейской и Галактионовской – будет закрыта для движения автомобилей. Зато пустят дополнительный общественный транспорт, который закончит работать только после того, как отвезет домой горожан после салюта. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. До конца года в регионе введут в эксплуатацию три долгостроя. Судьбу оставшихся проблемных объектов обсуждают на межведомственной комиссии при губернаторе Самарской области. На повестке несколько проблемных домов. Здание на революционной готово на 95%. Чтобы достроить, необходимо 38 миллионов рублей. Проблема – компенсационный участок ограничен в застройке. Поэтому Минстрой предлагает вернуть площадку в собственность города. В рамках изменения нормативных актов рассмотреть возможность возврата данного земельного участка и как альтернатива целевые выплаты, подчеркиваю, целевые выплаты на достройку управленного объекта. Здесь у застройщика, учредителя присутствуют жесткие обязательства по уровню данного объекта в 2019 году. Я постараюсь сделать, что от меня зависит, чтобы этот объект сдать в этом году. Я просил бы, чтобы здесь по устоянию на 1 ноября мне был доклад отдельно по этому объекту. Аналогичная ситуация с компенсационным участком сложилась и с жилым комплексом «Новая заря» на Советской армии. Региональный Минстрой предлагает также заменить землю выплатами. Ситуация с домом на пересечении улиц Советской и Черемшанской сложнее. Своих квартир ждут почти 400 дольщиков. Рядом со зданием есть земельный участок. Если его освободить от гаражей, можно разместить две многоэтажки. Минстрой установил срок. Освободить участок городские власти должны до августа следующего года. Работа уже ведется. С металлическими гаражами действительно история несколько проще. По капитальным гаражам мы выявили действительно одного собственника, который имеет собственность земельного участка. По остальным капитальным гаражам мы работу ведем, но в любом случае к заявленному сроку работа будет завершена. Также Минстрой предлагает в этом году начать выплачивать денежные компенсации дольщикам, которые относятся к категории нуждающихся. Это многодетные, инвалиды и не имеющие жилья. В общей сложности на эти цели потребуется порядка 50 миллионов рублей. Дольщики со своей стороны обратились с предложением предоставить им возможность оформить льготную ипотеку. Надо проработать с это дополнительно. Предложения вполне рабочие. Обсудим всесторонне и найдем механизмы реализации. Всего за время работы межведомственной комиссии при губернаторе из списка проблемных исключили уже 10 объектов. Совершенствуется и законодательная база по защите прав дольщиков. Заданный темп снижать ненамеренно. Следующее заседание назначено на ноябрь. Лариса Шалафаст, Василий Калдашов. События. Последние ревизии перед зимой. Областная государственная жилищная инспекция проверяет, насколько самарские дома готовы к отопительному сезону. Пристальное внимание к жилью, к которому были замечания. Например, дом на улице Гагарина 119 был далек от идеала. Есть большой достаточно перечень работ, которые необходимо выполнить. Это ремонт фасада, стен, отмостки, регулировка и ремонт системы электрогаза, водоснабжения, опрессовка и промывка системы отопления. Соответственно, ремонт крыши и другие работы. Сейчас все претензии инспекторов устранили. Произведена промывка системы отопления, заменена запорная арматура. И дополнительно произвели гидроизоляцию машинного отделения на кровле, для того, чтобы в зимний период собственники не страдали от каких-то либо протечек, соответствующих проникновений в влаге. Управляющая компания, которой руководит Павел Гордеевский, обслуживает более 60 домов. По его словам, все они готовы к отопительному сезону. Как и 100 домов еще одной компании из этого района Самары. Например, дом на партизанской 76, который она обслуживает, уже готов принять тепло. Здесь по требованию инспекции отремонтировали гидроизоляцию и выполнили другие внешние работы. На этом доме поменяли входную группу, сделали частичный ремонт отмостки, заменили трубопроводы в подвале, запорную арматуру. По дому, поэтому на этот момент все. Проверить, готов ли ваш дом к отопительному сезону, просто. Это можно сделать в личном кабинете, на сайте электронного ЖКХ, во вкладке «Мой дом». Там должен быть опубликован паспорт готовности дома к отопительному сезону. Такие документы для всех самарских домов должны быть обнародованы до 15 сентября. Если этого не случилось, нужно обратиться в жилищную инспекцию. Либо лично, либо письмом, либо через госуслуги. Между тем, инспекция постоянно следит за тем, как управляющий компанией готовится к холодам. Инспекции заблаговременно в отношении каждой управляющей компании, лицензиаты, имеющие дома в управлении, были направлены в соответствующее предоставление, где мы указали управляющим компаниям, это же, необходимость проведения установленного сроки данных мероприятий. Обращаться нужно в инспекцию и в случае, если управляющая компания в чем-то приукрасила ситуацию в паспорте готовности. За такие нарушения предполагаются существенные административные штрафы. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События. Самарский ресторан, в котором отравился 71 человек, закрыли на два месяца. Речь идет о печально известном фарфоре, где торговали роллами. Закрыт филиал на Запорожской. Неизвестно, будет ли компания обжаловать это решение. На сегодня число пострадавших возросло. Проверка Роспотребнадзора выявила грубейшие нарушения санитарных требований. Напомним, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что причиной отравления стала сальмонелла, которую нашли в курице. В Самарской области в молочных продуктах найдена кишечная палочка, сообщают специалисты регионального Россельхознадзора. В конце августа эксперты исследовали порядка 80 проб молока, молочной и мясной продукции, а также продукции растительного происхождения. При этом в трех пробах нашли бактерии – группы кишечной палочки. Такие же бактерии нашли в ряженке и сыре. Теперь в Россельхознадзоре готовится принять меры к производителям. О результатах обещают сообщить дополнительно. Пошел на прогулку с сыном и стал героем. Самарец Роман Вакаренко задержал грабителя, напавшего на девушку и отнявшего у нее телефон. Инцидент произошел вечером во дворе дома на Старозагора, когда девушка возвращалась домой. Настя зашла в подъезд, после чего туда же вбежал незнакомец. Собиралась идти к лифту, а сзади толчок, хватает меня за руку, поворачивает, пытается отнять телефон. Я, естественно, кричу, пытаюсь, может, кто-нибудь услышит, но нет. Потом он хватает меня за волосы, за голову, об стенку ударяет. Я, естественно, теряюсь. Он выхватывает телефон, убегает на улицу туда. Девушка с криками выбежала из подъезда вслед за грабителем. В это время во дворе вместе с семилетним сыном гулял Роман. Мужчина много лет занимается боксом и тяжелой атлетикой, поэтому ни на секунду не усомнился в собственных силах. Он бросился в догонку за убегавшим парнем. Я его догнал, свалил с ног, повалил его на землю, заломал ему руку за спину, чтобы он не сопротивлялся. Попросил вызвать снаряд полиции у прохожих. Хорошо, прохожие тоже остановились, вызвали наряд полиции. И чтобы он не сопротивлялся, я ему снял шнурок и завязал руку его шнурком от кроссовок. Как выяснилось, злоумышленнику 34 года он нигде не работает, имеет судимость за кражу. Сотрудники полиции подозревают его в серии нападений на девушек. Во время обыска у него дома были найдены сумка и банковская карта другой девушки, которую ограбили накануне. Кроме того, мужчину подозревают в двух кражах вещей из магазина. Сейчас он находится под арестом, в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Мелкое хищение», «Кража», «Разбой». Что касается Романа Вокоренко, то ему начальник городской полиции Вадим Ятайкин в торжественной обстановке выразил благодарность. Виктория Шара и события. А теперь коротко о других темах дня. Московское шоссе адаптирует под удобство автомобилистов. Речь идет о пересечении с улицы Георгия Димитрова. Местные жители неоднократно жаловались на неудобное расположение знаков и светофоров в этом месте. Однако их перенос может вызвать нарушение ГОСТов. В этом году будет готов проект реконструкции. Его реализация запланирована на 2023 год. В Самаре утвердили дополнительные категории граждан, которые получат деньги за цифровое ТВ. Это инвалиды по слуху, ветераны и участники Великой Отечественной войны. Афганистана, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи, получающие соцподдержку, инвалиды первой группы. Для получения выплаты гражданам необходимо обратиться в период до 30 ноября 2019 года в отделу соцзащиты населения или в любое отделение МФЦ. В Самарской области заработала горячая линия подготовки к зиме. Жители региона могут выразить претензии к ходу подготовки к отопительному сезону. Горячая линия работает в аппарате у полномоченного по правам человека Самарской области. Проверку госучреждений Самары к зиме специалисты начнут в середине сентября. Более 500 безработных самарцев решили открыть свое дело. Именно столько человек за последний год приняли участие в обучающих семинарах по открытию бизнеса. Семинары проводятся специалистами Центра занятости населения. За 4 часа слушатели получают всю необходимую информацию для подготовки бизнес-плана, а также возможность защитить его и получить стартовую финансовую поддержку в виде гранта в размере почти 60 тысяч рублей. Курс рассчитан на людей, имеющих статус безработных. Но побывать на обучающих курсах может любой желающий. В выходные в Самарской области ожидаются заморозки. По словам синоптиков, такая погода продержится весь уикенд с 6 по 8 сентября. Напомним, ранее на этот период было передано штормовое предупреждение. Антициклон будет способствовать малой облачности, поэтому днем при слабом ветре температура воздуха будет подниматься до 23 градусов. А ночью ветер с севера будет понижать ее до минус 1 градуса. И в субботу и в воскресенье погода ожидается без осадков, температурный фон сохранится прежний. До плюс 20 градусов днем, до минус 1 градуса ночью. Быстро и без очереди. О преимуществах работы портала Госуслуг врачам больницы Середавина рассказали сотрудники ГИБДД и полиции. К примеру, при трудоустройстве нужна справка о судимости. Ее оформляют в течение 30 суток. Если же обратиться за справкой через сайт Госуслуг, срок ожидания сокращается вдвое. С его помощью можно избежать длинных очередей, выбрать удобную дату и время получения услуги. Также сотрудники ГИБДД напомнили автомобилистам, что с помощью портала они могут зарегистрировать или снять с учета свое транспортное средство, сэкономив при этом 30% от стоимости госпошлины. Плюс оперативно получить информацию по административным штрафам и оплатить их с 50% скидкой в течение 20 дней после нарушения. Подобные мероприятия организуются в таких социально значимых организациях, как лечебные учреждения, в связи с тем, что врачи это в основном занятые люди, поэтому мы приходим на помощь и разъясняем о преимуществах использования госуслуг. Я пользуюсь госуслугами и в плане контроля за налогами, и в плане контроля за возможными штрафами, за нарушение правил дорожного движения. Хороший сайт, хорошо работает. В Самаре готовится к параду памяти, который пройдет 7 ноября. Организаторы сейчас выбирают для него главную тему. Вариантов несколько. Один из них – посвятить парад славе советских солдат Великой Отечественной войны. За прошедшие 8 лет темы были разные, но обязательно связанные с событиями нашего региона, с именами, внесшими значительный вклад в российскую историю. А депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил концепцию «Знамя Победы». Эта тема связана с именем фронтового генерала-лейтенанта Максима Пуркаева и Третьей ударной армией, которой он руководил войну. Она напрямую касается самарской истории. Максим Пуркаев командовал парадом, прошедшим в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Тогда же прошли по главной площади города и части его армии. Более того, те воинские соединения, путь их мы все уже отсмотрели, проследили, подняли все в архивах данные. Воинские части шли из Дальнего Востока, Сибири, через Куйбышев. Сейчас организаторы также решают, какие еще события, связанные с парадом, пройдут в городе и области. Единую концепцию торжества они предложат уже на следующей неделе. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Двери большинства самарских предприятий открыты для стажеров. Об этом говорили в региональном штабе ОНФ. Каких успехов добились в сфере дополнительного образования в Самарской области, узнаем из нашего сюжета. В Самарской области по специальности работает только треть выпускников вузов. Дело в том, что во время учебы многим из них не удается поработать по профессии. Цель социального проекта ОНФ «Проф. Стажировки 2.0» – дать возможность студентам пройти практику по специальности. Всего в регионе более 50 высших учебных учреждений. Но возможность практики готовы предоставить только два опорных вуза региона – Самарские технические и Тольяттинские университеты. Формируют очень хорошую базу, которую с помощью активистов ОНФ и экспертов ОНФ через программы практик, стажировок, через раннюю профориентацию мы сможем сделать еще более эффективно. По программе ОНФ «Проф. Стажировки 2.0» Самарская область в лидерах. Свыше 60 предприятий разместили на специальном сайте проф. стажировок свои задания. Студенты, успешно выполнившие проекты, получат возможность пройти практику. За лето в проекте уже поучаствовал около 500 человек. Мы сегодня на территории региона смогли внедрить непрерывную линию от образовательного учреждения до предприятия при условии, что у нас наше студенческое сообщество, наше молодое поколение, оно постоянно учится. Самарские предприятия заинтересованы в притоке молодых талантливых кадров. Самыми активными партнерами программы стали предприятия пищевой промышленности и связи. Уже есть договоренности и в сфере ракетно-промышленной отрасли. Одно из важнейших в Самарской области. Никита Борисов, Григорий Плешаков, События. А у нас во дворе с этой песни Аркадия Островского началась популярность легендарного советского и российского певца Иосифа Кобзона. Страна строилась, запускала ракеты в космос и об этом были его песни. Он пел о комсомоле, об Аме, о жизни и о любви. Прошел год, как не стало великого певца. В память о нем в Самаре, куда он приезжал не раз, где он выступал с ансамблем Александрова, прошел концерт, организованный Союзом Композиторов. Он с нами остается. Остается с нами, потому что вся его жизнь, все его песни, которые он нам подарил, они были обращены к людям. И они дороги каждой семье, каждому дому. Поэтому он стал таким близким. Он отличается от многих эстрадных певцов, популярных певцов. У него не только популярность, у него огромное уважение людей, наших сограждан, к тому, что он делал, к этому человеку. Он был не только великий артист, но и великий гражданин своей страны. Он всегда был смелый и решителен, часто с риском для жизни рвался оказаться там, где было опасно. В 1969 году он выступил с концертом на острове Даманский, в самом начале конфликта на советско-китайской границе. В Афганистан он приезжал 9 раз, выступая с концертами перед военнослужащими. В 1986 году, спустя месяц после аварии, отправился в Чернобыль, где 4 часа пел перед жителями. В 1988 году, после разрушительного землетрясения, Кобзон поехал в Армению, в 1996 году пел в Грозном, когда город лежал в руинах. Потом были Сирия и Донбасс. А когда захватили Норд-Ост, Иосиф Кобзон был одним из очень немногих смельчаков, который отправился на переговоры с террористами, после которых вывел одну из заложниц с тремя детьми и пожилого британца. В его послужном списке много государственных медалей и орденов, и не только российских. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...